Всем здравствуйте! Вас приветствует Марусь на своем канале. В этом видео по просьбе многих подписчиков просили показать, какие фрукты мы закупаем на Новый год. На Новый год, ну и вообще, кстати, на зимний период сезона. В этом году мы сделали небольшую пока еще закупочку. Возможно, еще раз съездим, сделаем закуп. Но покажу пока то, что закупили. Купила я для зимнего периода фрукты, такие как яблоки, семеринку. Кстати, все взяла абхазское. Хорошее такое качество. Очень вкусные, кстати. Они ароматные. Вот я вам цены буду называть, не удивляйтесь, потому что это оптовик. В магазине я вам буду примерно говорить, сколько я в последнее время покупала. Семеринку я сейчас беру в магазине 135 рублей. Купила на базе 75 рублей за килограмм. Гранаты тоже абхазские. Обалденно вкусные гранаты. Настолько прям приятные. Я давно такие вкусные гранаты не ела. Выспившие, сладкие, очень рассыпчатые. Нет такого, знаете, слепания, чтобы вытаскивать. Рассыпаются. Гранаты в магазине, честно скажу, не смотрела, не покупала. Не знаю, какая цена, поэтому цену в магазине не называю. Если честно сказать, я даже не видела в магазине. Что-то не попадалось мне на глаза. Я купила на базе 115 рублей за килограмм. Хурма Королёк. В этот раз я взяла Королёк только. Были и помидорка, были и большая хурма. Мы в том году брали три вида хурмы разнообразные. Но в этом году я решила так. Нечего брать, экспериментировать. Беру только Королёк. Вкусные, хорошо лежит. Хурма обошлась в 95 рублей за килограмм. Взяли мы ящик. Тут два слоя их. Поэтому уже мы попробовали. Хурма очень вкусная. Её много не съешь. Хурму не забывайте. Много есть нельзя. И не больше одной штуки в день. Купили специально для того, чтобы сейчас витаминчиками себе хорошими добавлять. Тем более такие фрукты, как хурма, как гранаты. Они сами по себе являются зимними фруктами. Имеют полноценное количество витаминов. Сделала я ещё немножко закупа круп и вермишели. Это я тоже делаю всегда. Но в этом году очень всё минимально сделала. Очень часто в последнее время продукцию продают прошлогоднюю или ещё даже и позапрошлую. И поэтому прежде чем покупать большой объём, я смотрю на производство. И берём, написано июль 23-го года. Но это точно крупа была прошлого года. Её просто расфасовали в июле. Она ещё не созрела. Это прошлогодняя. Естественно, я её не буду много брать. Потому что для хранения нужно брать более свежую. Июнь 23-го года. Ну куда? Ну конечно до 25-го года будет храниться. Но целый год можно хранить. Но я всё-таки постараюсь докупать более свежую. Поэтому взяла немного. Взяла макаронки. В маяке, кстати, очень даже неплохого качества макароны. Кстати, вот эту лапшу очень люблю. Она мне так нравится. Её можно хоть отдельно варить. Хоть для супа использовать. Очень хорошая лапша. Также взяла перловку. Взяла манку. Это всё в маяке. Горох мы ещё взяли. Крупы мы взяли немножко. Взяла вот такие хлопушки для завтрака. Какие ещё макаронки взяли. Как только появится свежая, тогда я сделаю более полноценный закуп на весь год. Но не сейчас. Это чисто на первую половину зимы. Вот мандаринки абхазские. Очень вкусные. Мне чем они очень понравились? Кожура отходит от мандаринок. Мандаринки выспившие. Вкусные. Лёгкая кислиночка, но сладенькие, приятные. 15 килограмм мы взяли по 115 рублей. Без косточек. Никаких косточек нет. Чистенькие. Очень вкусные. Рыхленькие. И очень вкусные. Мы почему здесь оставили они в погреб? Потому что им нужно быть в тепле, чтобы они дозарились. Нового года они будут тут стоять и дозариться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова